Я изучал послание к евреям и тут я понял, что Бог начинает говорить внутрь моего сердца. Я думаю, вы неоднократно переживали это состояние, когда вы понимаете, что Бог начинает говорить внутрь вас. И это слово, которое ты раньше тысячу раз читал, ты смотри, оно начинает оживать внутри тебя. Ты проходит время, ты пытаешься читать Писание, но по-любому твое внимание, оно возвращается назад. Ты наберешь параллельные места, ты изучаешь Писание с разных ракурсов, смотришь, сопоставляешь все. И в конце ты понимаешь, что ты что-то получил. Вот состояние удовлетворения, когда приходит мир, когда приходит такой вау, аллилуйя. И вы знаете, вот две недели назад со мной было это вау, аллилуйя. И я думал, что это аллилуйя для меня, но если я сегодня на этом месте, я думаю, что Бог хочет, чтобы я поделился этим словом с вами. И давайте мы с вами помолимся. Я понимаю, что всякое действие в нашей жизни надо начинать молитвой. Отец Небесный, Святый Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что когда мы собираемся во имя Твое, Ты посреди нас. И сегодня, Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты приготовлял почвы наших сердец, чтобы то семя, которое Ты будешь сажать, оно произрастало и приносило плод. Плод в Твое Царствие, Господь. Спасибо Тебе за милость Твою. Спасибо Тебе за то, что Ты среди своего народа. Хорошо. Друзья, прежде чем начать делиться тем, что я имею, хочу задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, кто из вас проходит испытание? Можно? Ага. Ну, очень много. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Я задам следующий вопрос. А у кого из вас этот процесс сопровождается радостью? Поменьше гораздо. Я не просто сказал радостью. Прошу заметить, радостью. Хорошо. Вопрос третий. А кому кажется, что его вот эти вот испытания – это наказание? Совсем мало. Это, наверное, только у меня так, да? Ну, сейчас. Хорошо. Ну, давайте поговорим. Вы знаете, я думаю, что сейчас, буквально через пару минут, я этот вопрос задам еще раз, и рук будет немножко больше. Вы знаете, потому что в нашем человеческом понимании, ну, слово «наказание», оно такое немножко режущее наш слух. Наш слух. Почему? Потому что кого наказывают? И за что наказывают? Наказывают, в принципе. Ну, если человек поступает не очень хорошо. Ну, а мы же все поступаем вроде бы хорошо, да? Мы же хорошие, мы христиане. Ну, как это нас наказывать, если мы, ну, это же не серьезно. Мы хорошие. Правильно? И, вы знаете, я расскажу вам пример из своей жизни. Вот так получилось, многие из вас знают, кто не знает, я работаю водителем. И вот Бог несколько времени назад, там, два года назад, положил мне на сердце, очень сильно такое у меня было желание поменять машину. И я очень-очень сильно этого хотел, но хотел не потому, что я хотел ездить на крутой машине. До этого я ездил на машине отечественного производителя, и водители меня понимают, что на такой машине ездить, ну, тяжеловато. Некомфортное отсутствие гидроусилителя, но как бы немножко, если ты водитель, это тяжело. И вот я начал просить Бога и говорить, Боже, помоги мне поменять мое транспортное средство. И, вы знаете, полтора года назад Бог таки сотворил это действие, я поменял машину. Я помню, как я говорил, Боже, спасибо Тебе за то, что Ты меня благословил, новая машина. Я ходил такой довольный, радостный, говорю, Аллилуйя, слава Господу. Но прошло буквально очень мало времени, и моя машина начала ломаться. И я, опа, думал, ничего себе благословение. И, вы знаете, уровень поломок был такой очень серьезный. Вначале у меня поломался двигатель. Ну, вы понимаете, починить двигатель стоит 30% стоимости автомобиля. Но с Божьей помощью. Для меня, ну, это было очень тяжело материально, но Бог позаботился. Я нашел деньги и отдал машину мастерам. Мне починили машину. Но, вы знаете, когда я ее забрал, оказалось то, что до того, как они ее чинили, она была лучше. Получилось, что они перепутали там один момент, и машина стала еще хуже. Когда я обратился к ним, они не сказали, мы виноваты и исправим. Они юлили всячески. И в конечном итоге мне пришлось опять достать определенную сумму и заплатить им, чтобы они ее переделали. Я скажу так, они ее переделали, я не могу сказать, что они переделали ее на 100%. Хорошо. Не совсем хорошо. Но на этом все не закончилось. Поломки продолжались, продолжались. И вот недавно совсем, когда уже было совсем тяжело, поломалась коробка передач. И надо было ремонтировать коробку передач. И я в сердцах прихожу к своей жене и говорю, Ира, это не благословение. Это какое-то проклятие. Потом думаю, нет, стоп, я же христианин. Так нельзя говорить. Должно быть правильное исповедание. Я буду исповедовать правильные вещи. Это не, говорю, это наказание. Я понимаю, я понимаю, это наказание. Не буду говорить, это проклятие, это наказание. И вы знаете, мне было настолько тяжело. Я понимал, я думаю, Боже, за что ты меня наказываешь? Я понимал, я уже тысячу раз, я год назад понял, что если нету мира в сердце, не надо покупать транспортное средство. Но продолжалась путь моментов моего воспитания, он не прекращался. Вы знаете, и вот в это время, как раз, когда я сидел в таком состоянии, Бог начал говорить в мое сердце. И вот я читал послание евреям, 12 главу. Самое интересное, что это местописание буквально совсем недавно мы разбирали на домашней группе. Но на тот период я смотрел на него по-другому. Бог дал мне его, когда мне это надо было, необходимо. И вы знаете, как раз-то в этой главе все и начинается с того, что верующий человек, он будет идти в своей жизни определенный путь. Есть поприще, есть путь, который верующий человек, он должен пройти. И у каждого свой путь. Вы знаете, у каждого свои какие-то жизненные ситуации, у каждого свои какие-то жизненные проблемы. Но есть путь, который мы должны пройти. И если мы будем эту читать главу, а я советую вам ее прочитать внимательно, то вы увидите, что после того, как Господь говорит, как нам надо проходить это поприще, он плавно так невзначай переходит к наказанию. И начинает говорить-то как раз о наказании. Потому что, ну, не можем, мы не супермены, мы не можем пройти наш жизненный путь, не делая ошибок. И я хочу, чтобы мы открыли вот как раз послание к евреям, 12 главу, и я прочитаю вам с 5 по 6 стих. Апостол Павел, он как раз-то здесь и цитирует местописание из притч, которая говорит о наказании. Написано следующее. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Аллилуйя, друзья, Господь, кого любит, оказывается, того наказывает. И я захотел изучить вопрос. Потому что, как бы, ну, я думаю, не очень хочется, ну, быть наказанным. Ну, а тут, кого любит, того наказывает. Я знаю, что Бог меня любит. Значит, наказание, в принципе, это неплохо для меня. И вы знаете, я решил изучить этот вопрос. И значение слова «наказание», оно немножко поменял мое отношение к этому. Потому что я же, я лично думал, что наказывают, ну, не очень хороших людей. А значение слова «наказание», оно имеет следующее значение. Это воспитание, это наставление, это дисциплинирование и это исправление. Я хочу задать вам еще раз третий вопрос. Кого из вас Бог воспитывает? Аллилуйя, видите, а вы говорите, что не наказывает. Оказывается, Бог работает. Аллилуйя, друзья. И вы знаете, я хочу сказать, что вы законные дети Божьи. Если Бог с вами работает, вы законные дети Божьи. И вы знаете, что это не я придумал, это не я говорю. Это говорит вот как раз послание к евреям. 12 глава с 5 по 8 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. И если Бог, мы видим наказание в нашей жизни, значит, мы и есть законные дети. Мы с вами законные дети. И, друзья, то, что в нашей жизни допускает Господь, и то, что мы проходим в нашей жизни, оно все действует нам во благо. И все те моменты, все это осознание, что все, что происходит у нас, и плохое, и хорошее, это и есть вера в Бога. Потому что это не просто какая-то случайность, это не просто какое-то нелепое недоразумение или совпадение. Нет, ни в коем случае. Все, что происходит в нашей жизни, происходит, потому что Он это допускает. И мы, верующие люди, мы это понимаем. Неверующий человек, он говорит, это случайность. Мы же говорим, это Божья работа в нашей жизни. И это его работа, потому что Божий план для нас с вами – это жизнь в вере. Он хочет, чтобы мы возрастали в вере. Он хочет, чтобы мы ходили в вере. Он хочет, чтобы наш внутренний человек возрастал в полноту возраста Христова. И вы знаете, мы знаем местописания, которые говорят, что есть путь освящения. И святой, мы, святые, должен освящаться еще. Святой да освящается еще. Потому что Господь хочет, чтобы мы с вами имели участие в Его святости. Это опять написано в послании к евреям, 12 глава, 9-10 стих. «Притом, если мы, будучи наказываемыми плоскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо люболее должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Аллилуйя! Бог хочет, чтобы мы имели участие в святости Его. И мы уже с вами имеем это участие, потому что мы род избранный, мы царственное священство, мы святой народ. И мы с вами переживаем Его присутствие. Собираясь в собрании, мы переживаем состояние Его святости. В Его присутствии наши неправильные поступки, они оживают в наших сердцах. Мы каемся перед Богом, потому что Его природа святая. Сколько мы с вами поем псалмов, прекрасных псалмов о том, что Он святой, о том, что Он милостивый. Это прекрасно, друзья. И это есть участие в Его святости. Но вы знаете, размышляя по этому поводу, и это мое понимание, скажу то, что я понимаю, я думаю, что до конца мы не можем еще понять Его святости. Нашим человеческим умом мы не можем этого осознать. Вы знаете, хотя у нас имеются картины того, что мы имеем картины, которые есть в Писании о том, какой Бог. Вы помните, да, в книге Откровения написано, как четыре животных днем и ночью взывают, свят, свят, свят Господь, Бог Сидержитель, который и есть, был и грядет, и воздают славу Богу и честь. Вы помните, как 24 старца, они падают на свои колени и приносят свои венцы к Его ногам. Но я понимаю, что полнота участия в Его святости, мы ее поймем, когда мы будем созерцать Его лицом к лицу на небесах, когда мы совершим путь нашего спасения, когда мы пройдем наше поприще и будем в вечности с Ним. Со всеми святыми мы будем славить в вечности Его святое имя. И вот это вот прекрасное, мощное, сильное понимание, которое мы уже сейчас, Бог дает нам пережить, пережить, чтобы мы имели участие в Его святости. И вы знаете, мы это делаем, мы это делаем, потому что мы с вами Его законные дети. И возлюбленные, давайте мы вот рассмотрим момент, когда же приходят вообще наказания. Вот когда они приходят и как они приходят. И вы знаете, что в некоторых христианских динаминациях учат о том, что Бога надо слушать из страха наказания. Есть такие моменты, что надо ходить в страхе Божьем. Я согласен, что надо быть в страхе Божьем. Верующим человеку об этом пишет Писание. Но Бог, Он прежде всего, Он есть любовь. Бог есть прежде всего любящий Отец. И я не согласен, когда на первое место ставят, что Бог есть судья. Я верю, что мой Бог, любящий Отец, но Он и строгий судья, который наказывает за неправильные поступки. И вы знаете, что вот этот вот Бог, любящий Отец, Он не стоит над Своим творением с розгочкой и ижет. Вот только ты споткнулся, я тебя сейчас оп и накажу. Ни в коем случае. У Бога гораздо больше к нам милости. Потому что трудно себе представить, что бы с нами было, если бы за всякие неправильные поступки Бог нас наказывал. Нет, Бога больше милости. Он любящий Отец. Он милующий Отец. Он добрый Папа. Но любовь, она проявляется в том, как раз, что в нужный момент ребенка надо подправить. Ребенка надо наставить. Ребенка надо дисциплинировать. И так получается, что когда мы упорно не хотим где-то его слушать, когда мы где-то упорно пытаемся идти своими какими-то моментами, в нашей жизни и приходит наказание. Отец нас наказывает. И я думаю, что те, кто родители из вас, они этот принцип очень-очень хорошо понимают. Правильно? Потому что маленькие дети. Давайте рассмотрим простой пример маленьких детей. По мере того, как наши дети, они подрастают и меняется уровень их ответственности за их поступки. Мы им даем больше свободы. Мы им даем какие-то делать первые шаги. Все. Но если они делают определенные неправильные вещи, то нам все-таки приходится их наказать. Вот они, допустим, начинают ребенок ходить. Он начинает бегать, потом бах, начинает бежать к дороге. Мы ему останавливаем и говорим, сынок, но-но-но. Не надо? Или доча, но-но-но. Не надо бегать к дороге. Раз, два, три, четыре, пять. Но если наш ребенок нас не слушает, что мы делаем? Мы можем его и наказать. Потому что это опасно для его жизни. Потому что это может навредить ему. А наше наказание, оно будет стимулировать его правильным поступком. Потом ребенок подрастает. Мы начинаем его отпускать уже самостоятельно гулять и говорим, сыночек, доча, 21-00, будь любезен, хотим тебя видеть. Раз не пришел, поговорили. Два не пришел, поговорили. Три не пришел, сиди дома. И это есть наказание. И вы знаете, я вспоминаю себя в 17-18 лет. Я такой был, я вам не могу передать. Я такой был, за что меня наказали? Ух, какие вы нехорошие родители. А это во благо. Это нам же во благо. Аллилуйя. И вы знаете, так же самое происходит и с Богом. По мере нашего духовного роста, Бог дает нам как бы больше свободы, но Он никогда не оставляет нас в воспитании. Просто наказание, оно немножко меняется. Оно в другом происходит, может быть, измерение в другой плоскости. И знаете, я хочу сказать, что возможно, это будет для кого-то и новость. И я думаю, для меня, во всяком случае, до недавнего времени это было новостью. Я думаю, что наказание, которое приходит через испытания, что Бог испытаний нам не дает. Вы знаете, что вот Бог, Он не дает нам испытаний. Он не делает. Бог не строит для человека полосу препятствий. И говорит, опа, там подкину еще что-то. А, это прошел. Значит, надо усилить. Оп, накрутил, поднял планочку, чтобы не мог пройти. Нет, друзья. Это наш Бог совсем не такой. Наш Бог любящий отец. И так это не происходит. Вы знаете, я хочу сказать, что испытания в нашей жизни мы находим сами. Мы сами их находим. И, ну, вы можете сказать, ну, дорогой брат, есть же все-таки определенные места Писания, которые говорят об обратном. Но я скажу вам следующее. Я тоже так думал. В моем понимании сразу возникло несколько мест Писаний. И я начал этот вопрос изучать. Я начал смотреть. Думаю, что такое? Я вижу определенную какую-то несостыковку. Но, Боже, слово, оно не может говорить неправду. Ну, а несостыковка есть. И я вам сейчас попытаюсь показать этот момент. Опять, сильно и дальний перевод, он все-таки является немножко сильно дальней. Я обратился к первоисточникам и нашел одни такие интересные вещи. Для начала я хочу вам зачитать это местописание. Это 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Написано в синонитальном переводе. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И вроде черным по белому написано. «Огненного искушения для испытания вас посылаемого». В моем разуме тут же возникает местописание, которое я очень люблю. Это послание Якова, которое говорит, что «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда подаете в различные искушения, зная, что испытание вашей ведры производит терпение». Принимайте, получается, тут уже принимайте. И дальше говорится о том, в том же послании Якова, говорится о том, что Бог не искушает никого. И что же это получается? Тут написано, что не искушается, но тут искушением испытывает. Что-то я начал не понимать. Думаю, надо обратиться все-таки в первоисточник. И я вам сейчас прочитаю, как написано в оригинале. 1 Петра, 4 глава, 12 стих. «Любимые, не дивитесь горению, испытанию вас, делающемуся». И значение, я посмотрел значение слова «делающемуся», и это значение следующее. Быть, становиться, рождаться, происходить, совершаться, наступать. Испытания не посылаются, они наступают, они рождаются. И рождаются они, вы знаете, самое интересное, что они рождаются всего лишь двумя способами. Ну, во всяком случае, я эти два способа для себя в Писании открыл. Первый способ, как рождаются испытания. Мы сами себя вводим в эти испытания через искушение. Написано, Якова, 1 глава, 13 и 14 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Каждый увлекается и искушается, обольщаясь собственной похотью. Бог любящий Отец, Он даже в этих ситуациях, когда мы искушаемся, Он внутрь нас говорит Духом Своим Святым. Он дает нам слово, местописание. Его слово, оно оживает в наших сердцах, чтобы мы поняли, что мы поступаем неправильно. И когда мы это осознаем, мы возвращаемся от этого, мы прошли экзамен. Если нет, мы прошли испытания, которые мы сами себе создали. Не Бог его создал. Мы увлеклись нашей похотью и вошли в испытание. Но мы проходим этот экзамен. Если нет, мы будем проходить его, пока не пройдем. А может быть, и будем и наказаны, если не будем понимать. Такой вариант тоже не исключается. И другой способ, это, вы знаете, то, что испытание, оно приходит вследствие нашего с вами решения. Мы когда-то, я вам сейчас напомню, что когда-то мы приняли решение участвовать в испытании. Вы знаете, что когда Бог коснулся наших сердец Духом Святым, что с нами произошло? Мы осознали нашу греховную сущность. И мы сказали, я шел в сторону греха, сейчас я нет, я буду идти в сторону Бога. Мы покаялись и пошли в сторону Бога. Мы начали ходить в собрания, где учится о том, что жизнь верующего человека – это непросто. Надо будет принимать решения. Надо будет от чего-то отказываться. Надо будет платить цену какую-то. Потом, к моменту, когда мы пришли к водному погружению, мы уже знали. Потому что мы уже читали Писание и видели, что, оказывается, верующих людей гонят. И не просто, что их гнали тогда. Есть вариант, что и нам надо будет пострадать за веру в Бога. И мы к этому решению пришли уже осознанно, потому что тогда в водном погружении что мы делаем? Мы говорим перед Богом и людьми, перед небом и землей. Я открыто заявляю, что я буду следовать за Богом до конца. Это было наше заявление в духовный мир и заявление перед Церковью Божией, что мы твердо уверены, что мы это будем делать. Мы это сделали, понимая, что эти испытания у нас будут. И, возлюбленные, те, кто из вас стоит сейчас на пороге водного погружения, вы должны четко понимать это. Я скажу так, что вы готовы, и вам надо пройти водное погружение, если вы готовы к этому шагу. Если вы не готовы, это не просто, это не игра. Это очень серьезно. Я вас не отговариваю. Я пытаюсь вас научить, чтобы вы сделали этот шаг осознанно и не подвергли себя в дальнейшем проблемам. Вы знаете, я хочу сказать, что Писание, вот как раз-то во 2 Тимофея, в 3 главе 12-13 стих, оно пишет интересные вещи по этому поводу. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, войдя в заблуждение и заблуждаясь. Так получается, что если мы живем как верующие люди, люди верующие, я не говорю истина, не истина, потому что люди бывают или верующие, или неверующие. Вот если мы живем как верующие люди, то мы будем гонимы, потому что так пишет слово. И испытание приходит, потому что среди этого мира наше благочестивое житие, оно всегда будет вызывать агрессию, потому что мы будем немножко не такие, как они. Мы говорим нет, мы не будем грешить, как все, потому что мы дети Божьи. И это и есть наша отделенность для Бога, потому что Бог отделил нас себе в народ святой, народ, который будет не похож на все другие народы. Друзья, я хочу сказать, что зачастую в наших испытаниях мы не всегда сможем устоять. Зачастую эти испытания будут очень тяжелые, и мы с вами, будучи все-таки людьми несовершенными, мы будем падать, спотыкаться. Нам будет тяжело, вы знаете, но я хочу сказать, что Бог любящий отец, и ему, когда он видит наши неправильные поступки, ему ничего не остается делать, как нас наказать. Потому что это правильно, потому что если он оставит нас без наказания, то у нас будут большие проблемы. И я думаю, что мы не сможем тогда дойти наш путь спасения до конца. Если Бог нас оставит, мы не сможем дойти этот путь. Только с Богом мы сможем будем его совершить. И вы знаете, сегодня у меня есть для вас всех слово ободрение. Это слово написано в послании к евреям, 12 главе, 11 стих. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Аллилуйя! Можно воздать Богу славу за все те наказания и испытания, которые мы проходим, друзья. И если у тебя сегодня в жизни, у тебя в семье неверующий муж, который периодически выпивает, который периодически скандалит. Если у тебя в семье твой ребенок употребляет, дочка или сын употребляет наркотики. Если у тебя сегодня ситуация с бизнесом плачевная, то знай, если ты терпишь, если ты терпишь то, что происходит в твоей жизни, то плод твоей праведности, он даст то, что твой муж, он увидит твое благочестивое житие, это есть плод твоей праведности, и будет спасен. Твои дети, за которых ты стоишь в молитве много лет, они будут спасены, потому что мать верующая, и дом будет спасен. Твой бизнес, я не знаю, может быть, он и не пойдет совсем в гору, но твое сердце будет исполнено радостью. Радостью о Господе. Ты будешь делать правильные шаги и говоришь, я буду вести его правильно, честно, и от этого будет приходить радость от Господа. Друзья, вот что дает нам наказание. Наказание – это благо. И вы знаете, я хочу сказать, что мы понимаем, что Бог любит нас, понимая, что наказывает Он нас, как своих законных детей. И мы можем, мы должны радоваться. Мое любимое местописание. Вы знаете, я получил это слово, будучи еще в проблемах. Это были мои первые шаги на христиане, на нас когда-то на центре заставляли учить местописание. Я помню эту тяжелую ношу. О, как учить. Пастор Приднестровья заставлял учить всю главу. Первую главу. Вы представляете? Целую главу. Но я эту главу помню до сих пор. Я помню эти прекрасные слова. Как апостол Яков говорит. С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение зачем нам надо? Чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья, мы можем быть совершенны. Мы можем радоваться от того, что у нас проблемы. Мы можем радоваться, потому что Бог с нами работает. Бог работает, Он не оставляет. Аллилуйя. Он с нами. Вы знаете, и понимая цель, цель наказания, понимая то, что это не тяжело, но это неплохо. Мы можем с вами иметь эту радость. И радость в Господе, она-то как раз и есть сила моя. Радость в Господе, сила моя. И вы знаете, это не просто слова, что можно говорить там, радость в Господе, сила моя, цитировать Писание. Нет, это не слова. В Писании мы видим множество примеров, но не множество, но мы видим примеры о том, как целые церкви, они пребывали в радости, в тяжелых, стесненных обстоятельствах. Я вам процитирую 2 Коринфянам, 8 главу, 2 стих, где говорится о Македонской церкви. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Среди великого испытания скорбями они преизобилуют радостью. Радость может быть тогда, когда ты понимаешь, что ты законный ребенок. И Бог своего законного ребенка, Он наказывает из любви. И от этого радость твоя будет великая, что ты знаешь, я законный. Аллилуйя! Апостол Петр в своем первом послании, в первой главе говорит, чтобы мы, поскорбев теперь немного, мы радовались о том, что Иешуа, Он возродил нас воскресением Своим. Мы немножко поскорбим, но мы будем радоваться о нашем Спасителе. Аллилуйя! И вы знаете, друзья, я буду заканчивать, я буду заканчивать свою проповедь. И Бог все уже совершил для нас с вами, все совершил для нашего спасения. Иешуа умер на Голгофском кресте, чтобы мы с вами имели жизнь и жизнь вечную. Уходя, Он дал нам Духа Своего Святого Утешителя. Он дал нам четкую инструкцию, вот она, инструкцию, как нам совершить с вами путь нашего спасения. И Бог знает, что даже лучше, чем мы сами себя знаем, Он знает наше начало, Он знает наш конец, Он знает все наши хорошие стороны, плохие. Он все это знает, Он знает, что побрище, которое мы должны с вами пройти, оно не всегда будет для нас легким. Иногда нам будет тяжело, иногда нам будет очень тяжело, иногда нам будет невыносимо тяжело. И Он все это прекрасно знает, но никогда, послушай меня, никогда Он не даст тебе нести больше, чем ты можешь. Никогда в жизни. Вы знаете, я хочу сказать, что человек, он всегда практически спотыкается за шаг до победы. Ввиду своего слушания в реабилитационном центре, я видел, как братья проходили этот нелегкий, ну это непростой путь, путь смирения. После тяжелой жизни, жизни в грехе, таком колоссальном, им надо смиряться, слушаться. И вот они проходили этот этап. И в конце, когда им говорили уже, дорогой, ты прошел реабилитацию. Есть процесс своего вхощения в жизнь, вхощения в слушание. И вот это последний шаг, маленький период, когда ты уже получаешь свободу. И вот здесь люди спотыкались и падали. Последний шаг, казалось бы, последний шаг до победы. Но человек спотыкается. И вы знаете, что очень важно знать, что никогда Бог не даст нам больше, чем мы можем нести. Это глава, которая произвела во мне вот это вот такое состояние. Вы знаете, я живу по-новому. Я по-другому начал смотреть на вещи. И эта глава, она начинается следующими словами. Я хочу вам прочитать. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры, Ишуа, который вместо предлежащей ему радостей, претерпел крест, пренебрегший по сравнению, и воссел одеснутую престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое на собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Облако свидетелей, друзья. И у нас с вами в нашем собрании облако тоже свидетелей. Не только то, что написано в Писании, не только те примеры. Много примеров мы видим в жизни. Посмотрите на Шрепе, который как в армии был гоним за то, чтобы отречься от Господа. Татьяна Михайловна, которой прошли времена гонений во время Советского Союза. Семья Саши и Ани Шайноги, которым предлагали совершить это убийство, но они остались стоять в вере. Они остались в своей вере, потому что все они, и Рэбе, и Саша, и их семьи, они взирали на Ишуа. И много вас, нас, моя мама, которая 12 лет молилась о том, чтобы я был спасен. Она даже не знала Писания, что спасешься ты, и спасешься есть свой дом. Она ходила в православную церковь, но она верила в Божью любовь. Она верила, что Бог не попустит, чтобы ее сын погиб. Вы – это облако свидетелей. Мы – это облако свидетелей. И мы можем взирать, смотреть друг на друга, утверждаться верой, взирая на начальника и совершителя веры, Ишуа Машех, который уже все совершил для нашего спасения, который уже все совершил, чтобы мы прошли этот путь и имели участие в Его святости на небесах со всеми святыми. Он одержал победу. Он уже все нам дал. Он победитель. И мы с вами имеем победу в наших жизнях. Никакие обстоятельства, никакие ситуации, они не могут нас поколебать в вере, потому что Господь с нами, и победа Его с нами. Он благословен. Ему слава. Ему хвала. Ему величие. Аллилуйя! О, Господь, слава тебе! Ему слава. Ему слава. Пришло. Аллилуйя! Из прописанных рог и лог. Закроил Он.